Перед прессой, заполонившей зал заседания, он появился как истинная звезда. За три года заточения мастер так и не раскаялся ни в одном из 180 грехов и, кажется, сохранил уверенность безнаказанности. Зато его единомышленницы были настроены куда пессимистичнее. В суд они явились уже с вещами. Скажите, а почему были лица прячутся? Они хранили молчание и прятали лица. А ведь когда-то так любили позировать перед объективами. Культ обнаженного тела Веснин возвел в ранг абсолюта. Он клялся, стоит решить сексуальные проблемы и все остальные. Исчезнут сами собой. Их решали сообща на протяжении 17 лет. Самыми смелыми способами, самые разные люди. И рабочие, и врачи, и учителя, и юристы. Долгое время местом встречи этой, кстати, официально зарегистрированной организации был Дворец культуры-строитель. Но ничего некультурного никто будто и не замечал. Фактически время идет, а доказательства, соответственно, утекают. Что хорошо, что действительно помогло следствию, это наличие фото-видеоархива значительного объема, найденного в ходе обыска у Веснина и Дмитрова. Видеоархив стал еще одним потрясением. Оказывается, свидетелями сексуальных вакханалий были не только взрослые, но и дети, от 5 до 16 лет. Позже гуру признался, что мечтал создать новое поколение, лишенное ненужных комплексов. В качестве орудия преступления использовали взрослые участники фонда, которые под его воздействием публично, частично и полностью оголяли, вступали в беспорядочные половые связи, используя нецензурную лексику в том же присутствии малолетних и несовершеннолетних детей. Жертвами громкого дела признаны 14 несовершеннолетних. Они прошли курс реабилитации в институте имени Сербского, но одни все еще боятся собственного тела, а у других психологи отмечают признаки гомосексуализма. Именно дети, вовлеченные в вакханалию, помогли сегодняшнему приговору состояться. Веснина Вячеслава Вячеславовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 135 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 9 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 10 лет, с лишением в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса Российской Федерации воинского звания лейтенанта запаса, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданская жена, муза и правая рука мастера Галина Дмитрук отправилась в колонию общего режима на 8 лет. Три единомышленницы, пары на семь. Кроме того, арест наложен на трехэтажный коттедж фонда. Его стоимость почти 30 миллионов. Все они пойдут на погашение штрафов осужденных. Вообще, три прошедших года стали для Веснина платой за 17 лет безнаказанного царствования. Его старший сын попал в тюрьму за распространение наркотиков. Первая жена отбывает наказание за давление на свидетелей. Над четырехлетним ребенком сейчас оформляют опекунство дальние родственники. Так что империя разврата мастера пала. Только вот непонятно, остались ли у нее филиалы. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев. Наше время.